Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирные. Итак, у нас с вами второй прогноз для представителей знака Близнецы на период с 11 по 20 октября 2022 года. Итак, Близнецы. Посмотрим общую карту данного периода, посмотрим ваши дела, финансы, личную сферу. Общая карта данного периода. Период не из легких. Здесь может быть плохое самочувствие, боли в спине, боли вообще в суставах могут быть. Также здесь что? Тяжесть. Все валится. Очень много вы на себя взяли. Очень большой груз какой-то. Тянете, тащите, я не знаю, несете. И вот этот груз уже просто, он, знаете, как бы вас и накрывает здесь. Может быть тяжело. Также здесь еще как кармическая отработка каких-то задач возможно в этот период. Так, Близнецы, что в делах и на работе у вас? Мы видим пару, да. Да, мы видим мужчину и женщину, между которыми идет какая-то ложь, какой-то обман. Да, здесь может быть предательство. В делах и в работе может ожидать предательство. Кто-то может обмануть. Кто-то может скрыть от вас какую-то информацию, да, воспользоваться вашим положением, вашей доверчивостью, допустим. Точнее, ну вот вашим доверием и воспользоваться вашим положением. И здесь идет обман, игра, интриги какие-то могут быть в делах. При этом вам и будет тяжело по этому поводу, потому что вы поймете, кто этот человек, кто вот строит эти козни, почему так происходит, и вам от этого будет тяжко. Да, от этого вот и возникает такая ситуация тяжести. Что в финансовой сфере у Близнецов? Ну, я думаю, что здесь вы можете получить какие-то деньги, да, на которые вы вполне рассчитываете. То есть здесь, скорее всего, что будет какой-то как перевод. Перевод издалека, может быть, вы можете обсуждать в этот период, допустим, денежные переводы, да, с неким мужчиной. Это может быть ваш, допустим, там, я не знаю, муж, отец, начальник, там, сын. То есть, ну, человек, который вот отвечает за финансы, достаточно такой серьезный. И вот здесь перевод, скорее всего, что будет от него. То есть, или вот благодаря ему вы получите вот эти деньги, благодаря некому человеку. Притом эти деньги, знаете, это как вам, как подарок какой-то, как перевод. То есть я не вижу здесь именно, ну, вот, я не знаю, дел, да, конкретных. Я вижу, как дополнительные какие-то вот средства, которые могут вам поступить для чего-то. Также эта карта может указывать как государство, руководитель наш, да. То есть это могут быть выплаты государственные какие-то. Личная жизнь, что близнецов ожидает. Ну, в личной жизни здесь все хорошо. Здесь идет общение, знаете, как бы какие-то новости вы можете получать, обсуждать что-то в ваших отношениях, обустраивать свой быт. Женщина может быть недовольна пассивностью мужчины. То, что мужчина как бы больше времени либо отдыхает, либо отлынивает как-то от работы или еще чего-то. Ну, вот по дому я имею в виду, да. И вот женщина может здесь, скажем так, высказывать свое недовольство, что она вот как-то вкалывает, она старается, она обустраивает. А вот мужчина, ну, как-то от каких-то обязанностей домашних он уходит в сторону. Могут быть заготовки в этот период времени, да, что-то будете накапливать, закупать будете, то есть какие-то покупки. Но это не то, что как бы не повседневные, а вот как будто на перспективу что-то вы заготавливаете. Так, и общение. Общение, встреча с друзьями, планирование каких-то ваших совместных дел. Ну, вот здесь я вижу, как встреча, общение. Ну, в принципе, карта неплохая такая. Для тех, кто не в отношениях, но хотел бы. Что здесь? Здесь может быть встреча короткосрочная. То есть пришел, увидел, победил. Ну, как-то так. Вот. При том, что здесь стремительного развития какого-то я не вижу. То есть это может быть отношение на один-два раза как-то так. Так, я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Спасибо.